МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свердловская маска уже стала привычным аксессуаром. С весны прошлого года в связи с пандемией по COVID-19 граждан обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Чтобы свести к минимуму риск заражения, стало быть и распространение инфекции. На пике первой и второй волны большинство горожан берегли свое здоровье и соблюдали все санитарные требования. Однако во время спада заболеваемости некоторые начали пренебрегать элементарными мерами защиты. Причем губернатор Свердловской области в том числе назвал и отказ отношения масок одной из причин начала третьей волны заболеваемости. Сегодня настало время в очередной раз напомнить людям, что маска – вещь обязательная, и никто не отменял особый режим. Только с начала этой недели в Вербите мониторинговая группа проверила более 160 объектов. Это магазины, кафе, салоны красоты, общественный транспорт и другие. Нарушений много. Сотрудниками полиции уже за неделю составлено 23 протокола. Ношение масок для защиты органов дыхания обязательно в местах массового пребывания людей. В общественном транспорте, в такси, на парковках, а также в лифтах. Следует отметить, что к ответственности могут быть привлечены не только граждане, которые находились, например, в магазинах или иных организациях, без масок, а также и продавцы, которые осуществляли продажу продукции покупателям, которые находятся без масок. В Вербите ежедневно с проверкой выходят по три мониторинговые группы. Основная цель – напомнить о соблюдении всех санитарных правил. Однако злостных нарушителей будут штрафовать. К участию в рейдах периодически привлекают и сотрудников полиции. Более того, на предприятии, где категорически отказываются носить маски и предлагать посетителям санитайзер, представители мониторинговых групп напишут жалобу в прокуратуру. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность для граждан в виде административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде административного штрафа, а также в виде административного приостановления деятельности до 90 суток. К слову, претенденты на законное наказание среди юридических лиц уже есть. Если они по-прежнему будут игнорировать правила и ставить под угрозу здоровье своих посетителей и сотрудников, им придется ответить рублем. Анастасия Махнашина, Евгений Пресижнюк, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.